Добрый день, уважаемые коллеги. Извините, что не получается у меня сегодня со связью видео, но я очень внимательно всех слушал, и я, если честно сказать, в восторге от сегодняшней конференции, в восторге от всех коллег, от того, как сегодня здорово, великолепно всем вместе мы выступаем и славим великого правителя земли русской Ивана Васильевича Рюриковича Грозного. Я сегодня с вами на связи из третьей столицы всей Руси, Александровой Слободы, место, где Иван Васильевич провел все свое детство и в самые тяжелые годы своего правления, когда умер его наставник, практически второй отец, святой Макарий, митрополит, он очень долго думал, что ему делать, он принял решение отречься от престола и выехал в Троицу Сергию Лавру, где пробыл почти целый месяц в раздумьях, что делать дальше. В итоге он вернулся в свои родные края, в Александрову Слободу, откуда и, собственно, правил и реально творил государство российское. Сегодня прозвучало очень много добрых слов об Иване Васильевиче Рюриковиче, великом правителе России. И сегодня мне не хотелось повторяться, но я напомню уважаемым коллегам, слушателям, зрителям нашего русского мира о его великом промысле, о создании и проведении ремских соборов. Я тоже очень внимательно изучал и практически почти со школьных лет интересовался историей Ивана Васильевича Грозного. И, понимаете, он же вступил на царство практически в 16 лет. Мы все можем с вами, взрослые люди, представить себе состояние человека в 16 лет, который стал царем, а накануне он пережил страшные дни, когда родственники после смерти отца просто устроили вакханалию в борьбе за власть. Он чудом остался жив, и промыслом Божьим остался жив святой Макарий, и промыслом Божьим святой Макарий в итоге оказался великим государственником, тоже человеком, заслуживающим памятника в нашей истории, потому что благодаря именно святому Макарию мы русский мир получил великого правителя, ведь именно этот человек воспитал Ивана Васильевича как государственника, как величайшего правителя и как самого, наверное, действительно грамотного, самого умного, самого мудрого правителя того времени. как известно, в 19 лет была, значит, был поход на Казань, в итоге, значит, Казань была взята третьим походом, и вот наступило время реформ, и вот такой молодой правитель он реформу, в целом государственную реформу он начал с реформы местного сумма управления. Это очень мудрый шаг, очень грамотный шаг, очень профессиональный шаг, сначала избрать достойных управителей на местах, воевод, старост, целовальников, а по традиции того времени народ избирал лучших из лучших, и таким образом Иван Васильевич получил состав Земского собора, в который вошли действительно лучшие представители земли русской, по сути своей тоже государственники, и первый собор был назван примирительным, это опять характеризует Ивана Васильевича как очень мудрого правителя, потому что то, что ему досталось наследство, и то, что они вместе со Святым Макарием решили сделать, создать единое государство российское, это возможно было совершить только объединив народ вокруг себя, а для этого действительно нужно было в то очень сложное время обратиться к народу так, чтобы люди услышали правильный голос правителя, и это свершилось благодаря реформе местного самоуправления был собран настоящий земский собор, и уже значит через земские соборы Иван Васильевич вел реформы, объединял Русь воедино, опять же, когда мы судим о царе, о правителе, надо понимать и судить только в том случае, если есть возможность у мыслителя окунуться в то время, стать на место этого человека, понять, в каких условиях он творил, в каких условиях он созидал, в каком окружении он был, сегодня много прозвучало фактов, свидетельствующих о том, что правление Ивана Васильевича проходило в неимоверно сложных условиях, практически война на все четыре стороны и война внутри самой родни, претендующей на власть и не понимающей что они на самом деле творят. Благодаря системе земских соборов русский мир выстоял в годы смуты. Без царя Кремль занят поляками, кругом предательства, практически в стране уныния, разбой и практически люди как бы даже опустили руки, города сдаются и народ воспитанный Иван Васильевичем Грозным на в работе через земские соборы находит в себе силы объединиться. Вот сегодня прозвучало тоже очень много замечательных слов, но я хотел бы напомнить коллегам и слушателям тот факт, о котором историки к сожалению умалчивают. А накануне выступления Минина и Пожарского в годы смуты произошло уникальное событие в Александровой Слободе. Это восстановлено нашими краеведами по многочисленным источникам. Князь, молодой князь Копеншуйский 18-летний богатырь, он именно воспитанный в духе служения Отечеству. Ведь Иван Васильевич Грозный, как мы все знаем не только увеличил в два раза территорию государства российского, он не только создал условия для того, чтобы население государства российского увеличилось почти на 30%, построено сотни школы, крепостей, монастырей, но он воспитал в людях дух Отечества. Многие сегодня современники наконец-то обратились к домострою. Ведь домострой написал Сильвестр однозначно вместе с Иваном Васильевичем Грозным. А этот учебник, эта книга домострой, это действительно канон того времени, который показывает, как надо жить, как надо работать, как надо служить, как надо вести хозяйство, как надо уважать старцев. Три минуты, если можно, памятники вам. Я возвращаюсь вот к событиям смутного времени. И Скопин-Шуйский прошел по северным властям, собрал войско и хитростью, ловкостью вместе с опричным войском, которое было в Александровой Слободе, заманил польско-литовских захватчиков в ловушку Александровой Слободы, в одно место, которое им было приготовлено, и дал бой, и разбил пятитысячную войско польско-литовских захватчиков. И вот это сражение позвучило сигналом Минину и Пожарскому для того, чтобы собирать народ, собирать войско и давать бой и освобождать Кремль. Я хотел бы подчеркнуть важнейшую роль Ивана Васильевича Грозного именно как правителя, величайшего правителя России и величайшего правителя того времени. Все его дела, а по делам ведь судят о любом человеке, а все дела, которые совершил Иван Васильевич Грозный, они абсолютно полностью достойно доказывают его величие, его звание святого правителя России. Спасибо большое. Я благодарю всех участников конференции за столь интересный, правдивый, честный разговор о великом правителе России Иване Васильевича Грозного. Отключайтесь, Михаил Михайлович, есть вопросы. Михаил Михайлович, самое главное, любуй тебе за памятник, помним это открытие такого памятника второго после Орла. Да, спасибо. Любуй тебе все устроил на высший класс, как и Клыков делал, и трапезу, и круглый стол, и все остальное. Любуй тебе. Ну, мы служим России. Спасибо. 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 Спасибо.